Привет всем! Сегодня опять будем разговаривать о фильмах, и этот разговор хотелось бы посвятить не столько фильмам, сколько книжке, хотя это книжка про кино, вот как. То есть это литературное произведение, которое, собственно, описывает такой вот небольшой фрагмент из кинопроизводства, вот как. Это, значит, рассказик такой писателя Попова, он детский, вот, но, соответственно, хоть он и детский, как бы для детей, но если задуматься, то там поднимаются такие моменты и такие проблемы, которые больше, наверное, касаются взрослых, нежели детей. Вот. И конкретно почему меня заинтересовало это произведение конкретно, потому что, вот как мне кажется, в нем, ну так как я уже сто раз вам говорил, что каждое произведение, неважно какое, произведение какого-то творческого, какой-то творческий продукт, он является ничем иным, как отражением окружающей нас действительности и объективной реальности. И через них зачастую, как через зеркала, можно смотреть прямо вот как, знаете, на срез, как на керн какой-то геологической породы, да, вот, глядеть, что как раз происходило в эти годы, в эти дни, когда это произведение, собственно, писалось. Этот рассказ называется «Стоп-кадр» и написан где-то в середине, примерно, я так понимаю, 70-х годов, описывается там тоже где-то вот середина, где-то вот 70-х. То есть, очень интересное, очень интересное время, интересное именно вот конкретно, в том числе и для кино, которое, для советского кино, которое начало изменяться как раз-таки с этих самых времен. То есть, середина 70-х начались кардинальные изменения в кинотворчестве. И изменения, к сожалению, негативные. То есть, где-то к середине уже 80-х, обычное советское, нормальное, классическое, среднестатистическое кино, ну, скатилось в перестроченный полный трэшак, о котором противно просто даже и вспоминать. Вот. И, собственно, из этого трэшака, из этой бутафории появилось, как, знаете, такой говнофеникс такой, да, из разбитого туалета вылетело наше современное российское кино, которое даже противно даже находиться, как говорится, и срать садиться рядом с такой птицей, да, конечно, что получилось. Вот. И вот как раз-таки вопрос, да, казалось бы, а почему так случилось с классным, в общем-то, советским кино? Потому что, ну, советское кино, на самом деле, это образец, образец, ну, действительно, киноискусства, киношедевров. То есть, очень много, я не хочу сказать, что все, но, наверное, вот большинство точно, кинопроизведений, созданных в советскую эпоху, в Советском Союзе, они, ну, на самом деле, классные, поэтому их до сих пор показывают, до сих пор крутят по телевидению, вот, они их вспоминают, их цитируют и так далее. Да и, короче, такие бессмертные получаются, да, то есть, все эти комедии, там, неважно, военные фильмы, драмы какие-то, ну, что угодно, короче говоря, это считается действительно произведениями искусства. И это, на самом деле, так и есть. Но потом что-то вдруг случилось, да, и кино советское, скажем так, покатилось куда-то в тартарары. Некоторые говорят, что это, дескать, связано из-за дешевизны, там, вот, все такое, что на кино выделяться стало все меньше и меньше денег, и поэтому оно стало резко проигрывать Голливуду, на который денег как раз-таки убухивали массу, да, поэтому американская киноиндустрия так резко, в общем-то, вознеслась, можно сказать, над всеми, в том числе над нами. Отчасти это действительно так, но мне все-таки кажется, что первопричина несколько другая. Вот, и связана она не столько с деньгами, сколько с, ну, непосредственно с обществом, и с изменениями этого общества, которые начинали постепенно в нем происходить. То есть, как начинал потихоньку загнивать Советский Союз, точно так же параллельно с ним начало загнивать советское кино. И оно, вот именно это гниение, оно, в общем-то, очень легко, очень явственно отражается на экране, если взять какой-то, например, срез какого-то, по каким-то годам, да, и посмотреть, какие годы, что снималось. И вот почему интересен именно этот рассказ «Стоп-кадр», потому что как раз-таки он написан в той эпохе, в которой, как мне кажется, кино начало, ну, скажем так, вот, произвел вот этот перелом, да, вот этот переломный момент, когда, с которого все покатилось. Итак, про чем рассказ? Ну, в принципе, я его озвучил в виде аудиокниги, вот, выложу его, возможно, здесь тоже, рядышком, чтобы вы могли его прочитать, он очень хороший, очень рекомендую, вот. Рассказ небольшой достаточно, он повествует о жизни, ну, маленького мальчика, который живет в такой достаточно глухой деревне, но не потому, что, как бы, вот он такой деревенщин, наоборот, мальчик городской, вот, просто получилось так, что его отец, он, это самое, ученый, и он в этой деревне занимается, ученый, ну, как бы, связан с сельским хозяйством, его деятельность связана, и он занимается в этой деревне, короче, вот этими вот сельскохозяйственными экспериментами, опытами всякими, где он какой-то профессор, там, что-то такое, что-то, короче, еще, ну, короче, занимается чем-то таким, вот. И, соответственно, с тем, что отцу приходится там, вот, находиться вот в этой глуши, и, соответственно, сыну тоже там приходится вместе с ним находиться. Что-то там про мать ничего не сказано, может быть, они вдвоем только живут, непонятно, как-то вот это вот. Тем не менее, в отличие вот от каких-то негативных примеров, которые я рассказывал, вот, когда сравнивал, да, детские книги разных эпох, вот как раз-таки вот этот вот 70-е годы, они показаны, что еще, как говорится, опять-таки, вот именно таким главным переломом, да, то есть, когда уже четко прослеживался перелом в настроениях в обществе, да, и вот поэтому на эту же эпоху приходится та же, например, Алиса Селезнева, да, которая уже перестала быть частью общества и стала индивидуальностью, да. Вот здесь конкретно вот в стоп-кадре показан еще тот момент, когда вот мальчик, ребенок, он, это самое, уже видит вот этот разрыв, да, когда часть уже отрывается от общества, индивидуализируется часть людей каких-то, да, но при этом часть еще продолжает работать в прежнем ключе, вот, и он делает свой выбор, он остается верен прежним установкам, прежним правилам, он не отделяет себя от общества, он стремится к этому обществу как можно сильнее примкнуть, вот, то есть, не просто примкнуть, а он еще старается быть полезным этому обществу, то есть, там нам показано, что он, например, обычно, да, вот уже пишут, как, что мы обычно читаем в детских книгах, когда там пишут про детей, которые приехали в деревню, вот, и там у них никого нет, а просто вот одни старики живут там, да, самое, и вот там ребенку приходится находиться в этом, в этом, короче, в этом мире, да, вот, деревенском этом обществе. Как правило, там в этих книгах описано, что ребенок начинает скучать, то есть, он ходит, слоняется, не знает, чем себя занять, вот, то ли на рыбалку сходить, то ли что-то там в лес, никого нет, вот, сверстников нету, вот, общаться не с кем, вот здесь показана именно та ситуация, когда у него тут вообще никаких сверстников нет, тут одни старперы живут в деревне, вот, и ему просто не с кем общаться, и, ну, это, это, это его абсолютно нисколько не, каким-то образом не ломает, не это самое, не вымучивает, он, он нисколько, ни в коем разе не испытывает никакой тоски, скуки, там, как у каких-то вот, у кого-то угнетения, да, то есть, он тут же моментально, фактически сразу же находит себе занятие, то есть, он начинает подкатывать к местному конюху и, и начинает тусоваться в конюшном, он очень любит лошадей, короче говоря, и вот он, короче говоря, вот пытается, это самое, примазаться к тому, чтобы работать на конюшне, то есть, он не видит в этом, в этом ничего, ну, скажем так, знаете, такого, какого-то предосудительного, такого, унизительного, причем там написано, что он обожает ухаживать за лошадями, за лошадьми, ремонтировать сбрую там, все такое, чистить конюшни, казалось бы, что это самые городские белоручки вообще там не могут, а этому нравится, он прям от этого прется, ему прям кайф, да, а когда ему дают лошадь, чтобы там, например, ну, сам куда-то съездить, что-то привезти на ней там, да, запряг, он сам распрягает, запрягает, все умеет, короче, для него, он испытывает такой кайф, будто ему конюх там, знаете, ключи от Феррари, так кинул, типа, нас, гоняй, там привези там почту там или что-то. И он прям, эээ, вот такая реакция у него, что вот это, прям у него настолько эйфории от этого, что ему дали, короче, лошадь, чтобы он мог на ней куда-то съездить, что-то выплатить, привезти, то есть он, короче, балдеет от этого. То есть видно, что пацан такой вот еще, ну как сейчас можно сказать, старорежимный, то есть это не какой-то задрот, какой-то, знаете, такая неженка, такая белоручка, которая вот, где тут у вас прут, да, там у нас где поймают, там и прут, знаете, вот эту, короче, тему все, нет, короче говоря, это вот именно чувак, который действительно нигде не пропадет. И видно, что он не просто как бы такой, как бы, ну деловой, да, а видно, что просто он на самом деле старается ставить свою цель, ставить свою цель, своей целью быть полезным людям и как-то встроиться вот в любую, неважно, где бы он ни оказался, в каком обществе, он в это общество стремится встроиться, встроиться так, чтобы пользу этому обществу приносить не просто как бы за счет него там харчеваться, да, вот, паразитировать на нем, а реально какой-то приносить пользу и еще от этого удовольствия получать от этого дела, да, то есть это, ну как-то понимать это, что еще как для себя что-то, как принимать это как что-то ценное, вот, то есть, ну сразу видно, что парень классный, то есть он нам сразу как бы вот начинает импонировать в этом плане, да, то есть это не какой-то там мажор там, кто-то, вот, сыночек-профессор, казалось бы, да, нет, нормальный, обычный, классный пацан, простой как три копейки, но свой такой, прям свой, вот, а тут приезжает в этот, в эту деревню киногруппа и этого пацанчика какой-то хер, короче, ловит и говорит, слушай, ты-ка в кино, хочешь сня, ну, он видел, как там он за лошадью как-то он там ухаживает, как раз в этот момент ему дали лошадь, он такой весь счастливый куда-то съездил, на этой лошадке что-то привез, приехал назад, и вот его какой-то хмырь ловит и говорит, о, пацан, короче, ты классно, говорит, вообще с лошадьми, короче, это, обращаешься, а это самое, ты в кино не хочешь сняться? И вы знаете, вот сразу, когда начинается эта тема, сразу видно, что глухая деревня, да, тут типа какой-то, соответственно, в этой глухой деревне, ну, кто может жить в глухой деревне? Ну, понятное дело, всякое быдло, да, всякие деревенщины, всякие вот это вот какая-то вот шелупонь какая-то, такая примитивная, да, какая-то, какие-то колхозаны какие-то вообще дикие, да, и вот этот вот хмырь, который приехавший, да, видно, он такой щегуль стоит такой, мальчик там, слушай, ну ты классно вообще там, то есть у него подкаты такие, вот дешевые, как будто, знаете, приехал такой в пробковом шлеме какой-то там, дэнди какой-то там, английский, да, в какую-то африканскую колонию, и там бусиками вот этими поигрывая, так вот перед папуасом, короче, перед негром, короче, говорит, ой, там негритенок такой, слушай, ты молодец, ты классно на пальму лазишь, вот там там работенка тебе там не интересует, тебя интересная, знаете, вот так, вот такой подкат, то есть без всякого какого-то уважения, без всего, без каких-то там вот этих вот, то есть отношение прямо сразу чувствуется, приехал какой-то городской хер, который, никто и звать его никак, вот по идее, вот кто он, вот кто, чем он лучше вот этого пацана, который в деревне живет, чем он вообще лучше любого этого деревенского жителя, какого-нибудь там, не знаю, там конюха какого-нибудь того же, да, там, или какого-нибудь этого самого, я не знаю, там, доярки какой-то, чем вот он лучше их, да ничем, он даже, на мой взгляд, он даже каком-то плане и хуже потому что конюха дай от конюха и от доярки пользы как как-то будет даже побольше мне кажется чем от него вот мне так кажется да от этого не пойми кого то что кто он такой а он помощник режиссера он даже не режиссер он помощник режиссер то есть принеси подай такой знаете вот этот вот чувачок такой вот приблотненный и вот он вид какого-то а он-то не знает что он сын профессора то он думает с каким-то он вообще там тюфиком дундуком деревенским общается да а тот-то сын профессора все-таки он тоже парень не про чем всю основную жизнь в городе прожил и под последние буквально вот три месяца он там четыре он в деревне только вот обретается и он поэтому сразу ну как тот не подъезжай а тут короче ничего не это самое не выдает никаким образом своего того что он тоже не дурак то абсолютный нет не просто не дурак а он еще и в общем-то ничуть не не тупи его короче по образованию этот пацан то но он подыгрывает ему такой короче да да я ты местный он туда я местный там короче вода вот такой да и так не поморщился там типа местный дам ты с лошадками неплохо управляешь начавки но сняться как ништяк на сам думать блин а прикольно в кино сняться вот а у пацана другая мысль сейчас думать скажет да нет я так-то не местный я тут недавно короче переехал туда так ты городской блин сейчас короче скажу что я городской скажу а ну нет нам нужен вот типаж деревенского паренька а ты городской там типа нет не канаешь кашу короче под деревенского короче и такой да да я местный местный такой да а санды блин кино сняться прикольно было бы там но этот да ну короче это да давай там тогда помоги нам тут с этим подготовиться как ну короче к съемкам базара 0 конечно готов вот этот выходит какой-то другой хмырь какой-то знаете этот который там декорации расставляет как он там механик не механик кто-то вот гид но там как-то иван иваныч там говорит это самое вот пацанчик подловил там местного вот тут всех знает вот и короче сейчас он поможет этот разобраться с этой всей шелухой короче который тут местный ништяк а этот главный саша его зовут от паренёк ну блин к счету набрал что местный то а я тут живу всего три месяца это очень никого почти не знаю ну кроме вот соседей короче что познакомились а вот из там другой-то деревне и общей с остальной я вообще никого не знаю кто там это самое что что там кто живет как и как как вообще их зовут как ну ладно как не справлюсь такой короче так это сам не там идет такая значит это мандраж такой это что делать то надо догад вот мы с ним будем снимать фильм про это самое еще довоенный короче там про довоенные времена вот а там короче говоря это самое нужно снять вот улицу . дальний план а тут у всех короче телевизионные антенны на крышах а раньше антенны не было вот точно по всем пройтись и попросить на там дня на два на три пока съемки идут антенны все убрать вот давай короче за займитесь этим ты короче всех знаешь вот проведешь нашего этого монтажника короче по всем этим самым и короче говоря эти антенны чтобы убрали ноту на повел тут блин как я буду людям объяснять но это самое оказалось что люди очень как бы это сразу как он так начал бы чтобы кино снимает все люди очень адекватно отреагировали не знаю то что там все колхозники вот как бы казалось бы да там тупые деревенщины даже будут будут типа тут залупаться нет вообще все тут же кино ну и такие все короче да искусство надо уважать короче ради искусства можно типа телек там пару дней не посмотри посмотрим но как бы по крайней мере вот поможем снять хорошее кино да конечно можно убирать а этот хер который с этим сашкой пошел от монтажа вот по идее тоже он должен был по идее эти самые антенны снимать а вот такой ходе так убила ручка тоже такой айт на туда залазить пацану ты короче чё ты же ловкий там давай на крышу сам слайсе и сними короче антенна то сам а этот такой говорит ну блин а чё я не смогу что ли да легко и короче а когда ты начал когда полез то блин а это сложно оказалось там над балансировать снег отсыпается почему там дико там рисковал там эти антенны короче отцеплял и вот он короче по всей улице они прошлись этот ходил там руки в боки хрен в карман этот вот монтажник т.д. а сашка ты этот лазил весь там в снегу весь промок там короче замерз на этих крышах короче говоря вот и самое и еще его там проняло еще каким-то деткам пришел тоже начал объяснять а там где-то дедок короче такой старенький горит ой да это самый да конечно можно снять там антенну но год вы надолго то мы где там вот прям что-то вот нам кино такой хороший сейчас показывают тоже пропускать как тут не хотелось ведь не тут два дня все базара 0 короче я вам антенну назад поставлю я ну два дня ладно потерпим ничего страшного вот и самое короче вот он всем антенн это поснимал возвращается назад к этому хмурют который изначально этого саша то встретил познакомился с ним помощник режиссеры и монтажник такой говорит ну что я тут все поснимал я тут все поснимал пацан тоже молодец там помог как мог короче то тоже на нормально под нормальный пацан короче такой а этот сашка думает них нихера себе я он поснимала там ходил вообще просто как свадебный генерал так что-то так курил там да что-то слонялся и это морд мордой щелкал а я как со всеми там разруливал лазил по крышам снимал антенны дают но нормально ничего не сказал ну ладно я таки я хер с ним пусть так короче ладно ничего страшного от меня тоже сильно не убудет там все-таки в кино снимусь вот это да ну ладно пацан молодец спасибо тебе этот заместитель этого режиссера а сашка ты такой он не промаха такой минуточку минуточку дядя ты мне кажется сказал что ты меня в кино сниму да говорил он ну так то я что говорил но там пока еще неизвестно чего там это давай завтра приходи я тут поговорю короче за тебя и завтра пройдешь я тебе скажу точно тогда результат тут ну все ловлю на слове нас еще утра он значит как к назначенному времени там где там типа к 11 там к скольки подходит в этот в этот домик ну в эту какую-то вот общежитие как не за гостиницы не гостиницы где вот эти остановилась группа это съемочная подходит короче а там говорит смотрят эти этот режиссер разговаривает с этим с помощником и поможем что-то там отошел он этот вот тот же цоп-цопая короче сашка такой ну-ка ну кучу ты горит насчет меня там поговорил будет и знаешь пока нет ну как нет секундочку ты обещал 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 поговорил нет ну да это самое сегодня в течение дня и так подожди сейчас можно вот я смотрю режиссер там вот что-то сидит у себя в комнате он особо ничем не занят я гляжу что сейчас ему сложно подойти два слова сказать ну ладно это самое ну ты готов сейчас поговорить тут да конечно готов много это пошли и значит заходит с ним к режиссера режиссер такой знаете блять какой-то вот я даже не знаю гомосяцко какого-то такого задрыганного вида такой весь манерный такой весь такой короче это знаете такой какой-то начепуренный на помаженный такой такой прям вот как знаете это самое принцессы на горошине все раздражает чего бесит вообще вот это всего прямо такой прям фыркает мыркает и тут счет подходит выручу те опять тот долгий под пацан короче может быть это вот вместо этого самого там называет какого-то другого тот от нас ушел типа того может вот этого возьмем тут такой короче весь как просто какой-то весь истеричка какая-то просто нервозная а этот пацан такой молодец он короче прям вообще такая выдержка у нее но вы в итоге вам нужен артист или нет вот твердо сказать вот вот какие-то сцены где-то круг меня разыгрываете второй день но если сказали что он нужно нужен на роль человек вот я есть как бы вы меня возьмете такой ой ну ладно давайте покажу что-то умеет начинает его там спрашивать изобразить там что-то какую-то сценку чё-то продемонстрирует пантомию тут как мог показал тот морщится корчится значит не подходит не подходит это такой и короче ну ладно давай иди мы подумаем короче и значит этот заместитель режиссера вместе с этим сашка это выходит сашка спрашивает ну чё он говорит это как меня возьмет не возьмет играет что-то по его роже вот этот кислый гит понял что ему не подхожу короче говоря а почему ты а почему бы тему не подхожу то есть чё чё ему не понравилось он он мне ничего не объяснил может быть мне нужно было как-то изменить свое там ну манер манеру своего вот это вот артистизма да там или как-то это чему не понравилось тыгает этому режиссеру то а этот замгает это ты понимаешь он ведь боится что ты с лошадьми не сможешь управляться как четко тянет не въехал где тут тут у меня пантомины какие-то просил показывать про лошадей речь вот если бы мне попросил с лошадью позаниматься там что-то как-то как-то ее нам на ней проехаться там я не знаю или запрячь там куда-то завести отвести ее куда-то я бы понял ему не понравилось что я как-то лошадь там боюсь или как-то чет не умелось нет на а то мне показывал там заставлял там не знаю танец саблями какой-то изобразить и слушать вид вообще никак не вяжется и так минуточку подожди то я понял сейчас давайте никуда не уходите сейчас все будет побежал короче в конюшню вот самую классную там лошадку распрягает на нее карате запрыгивать и короче прям через забор на ней на этой лошади прямом к этим вот как это к этим чувакам короче к съемочной группе тот режиссер выходит за своим заместителем на эту на такую но на веранду то на это вот самое на завалинку и тот перед ними туда мы на этой лошади суды мы там и так и свечку короче на ней там или через забор там на нет взад вперед и там резко развернул там короче поставил туда загнал туда-сюда короче этом в этот в конюшню в это короче запряг распряг это самое эти смотник челюстики отвалились нихера ся пацан то вообще в эту умелый короче ну это такой раз лошадку назад поставил в конюшню такой возвращать ну как человек годится ну да наверное годится короче взяли его в эту самую в съемку съемку короче говоря ну и вот и короче говоря какая сцент будет а потом короче к сцене готовится такая сценту будет а этот говорит ну ты понимаешь там пожар в конюшне а это самое ты спасаешь лошадей типа выгоняешь из конюшни и там после этого крыша провалится а пацан такой короче начал бояться ведь были на как же так это такой риск часть в дур вашей мечети случится вот это на самом деле по это самый пожар там начнется а тут короче от него там отмахивается и вот тоже вместо того чтобы 4 четко обсери ничем четко четко что типа того парень ну короче вот марил у нас все кое-нибудь продумано вот приедут там будет дежурить пожарные все это будет сниматься разными дублями в этом дубле будет горящей дом в этом дубле будет просто лошади в этом дубле короче зал ширине будет ничего дом будет пустой крышу просто там уронит специальными не думал что так объяснить от него отмахивается как от мухи такой да все нормально будет без тебя дурака короче мы все знаем как делать короче все не приставай а того то все больше и больше это бесит от пофигизма сушки ты он понимает что каким-то опасным реально опасным вещам взрослые дяди относятся как просто маленький мальчик то есть типа того все будет хорошо да все будет нормально да все это все это самое а как нормально почему нормально так как он не может понять и он чувствует какая ним ответственность резко возлагает а вдруг он не справится и что-то не успеет и конюшня сгорит раньше времени он не успеет лошадей вывести и на лошадей этот крышу упадет лошади погибнут он тогда вообще просто себе то не не сможет простить никогда то мало того что его там еще не за там осудят там что-то просто самое но он он же еще погубит лошадей это очень недопустимо для него паника от этого хера он ничего не может добиться внятного тут ему ничего просто не объясняет короче говоря но в результате короче говоря все таки доходят до съемочного эти вот до съемок короче там его начинается съемки он выводит короче это самое лошадей там разводит огонь выводит на это построена была такая типа конюшня такая короче муляж туда лошадей загнали он лошадей короче выгнал там пиротехники подожгли все и какой-то нос сняли дубль и первый там пиротехника и блин огня маловато не видно что горит что пожар короче начался просто дым есть огня нет а режиссер тоже сидит да плохо конечно да ну и ладно хер с ним сейчас мы в то по второму разу что будем снимать короче это же можно нам не сможем так уже сделать все там сама уже сильно разгорелась эту самую конюшню вот а пацан говорит блин а пацан тоже вечно уже все подстроено все там как бы это ну нет опасности для лошадей давайте 2 дубль вот а ты сможешь второй раз так же лошадей короче сейчас лошадь уж будут бояться что могонь короче они же не будут там спокойно свести я постараюсь короче все сделать как нормально ну ладно то есть пацан пацан убеждают режиссёра понимаете то есть не опыт это не опытный режиссер видит там что и как а это какой-то пацан который первый раз в этом участвует и он его убеждает этап не хотя ну давай надо попробуй давайте 2 дубль с ней снимать короче опять этих лошадей туда загнали а А лошади уже начали нервничать, что там это. И пацан уже так профессионально, их там это самое, вот, выгнал. Они уже лошади на самом деле испуганные, оттуда выбегали. То есть уже все получилось более натуралистично. То есть если первый раз они так выходили, ни шатка, ни валка из этой конюшни, то второй раз они там уже пули оттуда выносили. И на последнем коне этот пацан уже, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды, короче, выскочил сам. Все красиво, все прекрасно, на фоне огня там все горит, сзади прям полыхает. Вот, после этого трактором стащили крышу, она там рухнула, короче, провалилась. Все снято идеально, вот. Ну и парень этот доволен, что-то все классно так получилось. Вот, а потом, короче говоря, это самое. На следующий день, смотрит, приезжает какая-то крутая машина, из нее выходит какой-то мальчуган его возраста. Такой весь, такой красивый, такой утонченный. И как-то сразу вот показалось, что, ну, понятное дело, что приехал какой-то артист. Вот. И видно, что такой, видно, разница, что этот Саша такой, ну, простой, деревенский такой какой-то. Видно, что просто, простой, простой пацан. А этот, видно, уже какой-то весь, изысканный такой весь, вот такой, уже прям, такое-то самое, какой-то необычный такой весь, гладенький такой весь, сладенький. Вот. И где тут у вас съем, кино снимает тот? А тот ему говорит, да пойдем, тебя проведу. И заводит его к режиссеру Вот пацан приехал, спрашивает, где кино снимает Кто-то увидел этого Ух ты, то есть Вот это да, ну че, надо что-то думать Только о че думать, короче, говорят Вот, ладно, вы идите Мы пока подумаем, а вы идите там где-нибудь Чем-нибудь потусуетесь там, короче И этот пацан выходит, не знает чем заняться Вот, и Сашка ты его взял Это на буксир, то есть, а давай со мной Пошли, тем более он стасковался По общению со сверстниками Он его там по всей деревне провел, ему там все достопримечательности Показал, и на конюшне-то они там были На конюшне пришли, смотри, пацан-то к лошадям Так тоже умело подходит Прямо с ними там это, и Сашка говорит, слушай, говорит А ты это, вроде городской, да С лошадьми-то так, говорит, это, могешь А тот говорит, да я, говорит, это В конно-спортивную школу хожу Нихера себе Вот это ништяк Это мечта моей всей жизни В конно-спортивной школе, короче, учиться А ты, короче, в ней учишься Блин, и выяснил, что он Живет в том же городе, из которого Сашка-то уехал То есть они там чуть ли не соседи бывшие И они тут вообще, у них дружба Вообще такая Началась полнейшая дружба Сашка его к себе домой привел Попросил отца, чтобы он у них ночевать остался Они всю ночь там с ним болтали Короче, смеялись, подружились Прям вот не знаю как И на следующий утро-то они приходят опять К режиссеру А тот говорит, ну что, Саш, ты извини Вот тут откликнулся еще один наш уже опытный актер Короче, он будет твою роль играть А тут не ху-ху себе, ху-ху Я, значит, жопу рвал, старался Снимался А как же я, говорит, уже снялся, что там на лошадях Там и все, говорит Да это мы снимали крупным планом Там твоего лица не видно Точнее, этим не крупным, а общим планом Общим планом мы снимали, короче А твоего лица не видно, короче, там ты не попал А крупные планы, вот все основные Вот этого нашего персонажа Будет вот этот играть И того, короче, все упало Он такой, вот это да, короче Вот это заявочки Вот А тот, который приехавший, пацан Оказался действительно классным То есть оказался тоже человеком Вот И это прямо так контрастирует Современными вот этими актерами Которые на все готовы, блин, ради бабла Вот ради вот этой славы и прочего-прочего Вот этого чванства всего Что там видно, что еще тоже Даже актеры тогдашние, советские Еще в них не умерло Причем актеры такие вот, ну, молодые Не умерло в них вот это чувство чести Вот этого вот совести, да И он смотрит, что Сашка-то в лице сменился А он даже не знал, что это Нашли-то уже актера на эту роль Он думал, что это просто пацан какой-то местный, короче Тоже для него это было неожиданностью Он говорит, блин, я не знал, говорит, что Уже ты-то Тебя пробовали, тоже уже приняли как бы на роль Получается, я тебя как бы подвинул Говорит, ну, хочешь, я, говорит, откажусь от этой роли А тот стоит даже, у него соображалка-то не работает Он стоит вообще так думать Как вообще-то все возможно-то, что вот так все Взяли человека, просто наобещали, да Потом его уже начали как бы снимать Потом его просто нахер послали Даже не спасибо, не насрать Вот Ну, ты, говорит, не обижайся, говорит Ну, так, такова жизнь Это режиссер, там, говорит Ни хера себе, такова жизнь Хорошо, у вас вообще все построено Вот, без объяснений, без всего Вот как говну к людям, короче, относятся И этот-то смотрит, что тот замолк-то Ну, это мальчишка-то, который приехал, артист Такой, настоящий, профессиональный Он говорит, тут же разворачивается Бросается на... Автобус подъехал, междугородный Он, короче, в него заскакивает И уехал в город, все То есть, короче говоря, не выдержал Вот, сдался А режиссер такой тоже, вместо того, чтобы как-то что-то Ситуацию как-то нормализовать Он такой, ну чё, ты победил Вот, типа того То есть, режиссер тоже получается насрать И этот будет сниматься, не этот Вообще, то есть, подход вот полностью Вот, похуистический, вот можно сказать, да Вот у режиссера показан Что ему просто насрать Этот будет сниматься Не этот будет сниматься Вот, вот он как вот я реально Вот реально плавающая какая-то вот такая Вот, не знаю Пиявка какая-то вот такая Вот УДМ, СУДМ Ну, этот уехал, ладно, значит, будем этого снимать Нормально Ну, а тот Сашка ещё в какой-то момент ходил Не мог даже от этого момента От этого эпизода отойти Что как так То есть, вот этот приехал, уехал Самое Ладно, опять он будет У него вот эти качели Он никак не может к ним привыкнуть То есть, он не привык к такой идиотской жизни Вот такой дурацкой Вот такой, как вот, я не знаю Ежесекундный такой какой-то вот Пролетающий мимо него А тут ещё, короче, они ездили смотреть экспозицию Там на льду И, короче, как, ну, специально Чтобы антенн не было видно Вот эту вот, эту самую Ну что, надо, короче, полынью Где-то, ну, как не полынью, а прорубь где-то прорубить А Сашка, когда антенна-то снимал Он видел на реке, там внизу прорубь И говорит, слушайте, а я, говорит, видел прорубь там За мыском Да, говорит, ну, покажи Вот Тот, короче, раз их привёз Там полынья Говорит, вот О, говорит, классно, не штат, ничего не надо прорубать И вид отсюда классный, нормальный, короче Всё, пойдёт Молодец, пацан Классно Хорошо Говорит, а для чего полынья-то, что там будет А, говорит, ещё как полынья-то, да, человек-то пролезет Говорит, а как, этот, Сашка такой В смысле человек, туда что, кто-то нырячий будет Ну да, говорит, там по сценарию будет Этот, по сюжету будет, короче, человек, ну, как бы Человек в этом, тонуть будет в этой проруби А тот, ни хрена себе То есть, этому Сашке Вообще не дали ни сценарий почитать Ничего, не познакомили его с сюжетом Даже просто не сказали про что фильм Даже мало того про то, какая его роль А всё, умалчивали, да, до последнего Так ещё и это самое С сюжетом ещё его не ознакомили Ему приходится вот так вот урывками всё Узнавать И он, короче, спрашивает, а кто Начинает из них клещами вытягивать Что, кто там будет тонуть Вот И выясняется, что там будет тонуть Ну, главный герой Какой-то известный актёр Вот А тонуть он будет именно потому Что Это самое Сашка спас лошадей А, говорит, я что-то не понял Почему Не вижу взаимосвязи То есть, он тонет А я спас лошадей Как это вяжется Тот Ну, что ты пристал Ну, ты достал уже меня своими вопросами Говорит, ну, как, говорит Ну, я же, говорит, должен знать Что я вообще играю Как, в каком фильме я снимаюсь Говорит, ну, короче говоря Это Он, как бы, должен был за лошадьми следить А Что-то прощёлкал клювом, короче говоря Пожар начался А он не заметил Куда-то там, ну, короче, ушёл Не заметил пожара А этот-то пацанчик Маленький, которого ты играешь роль Он этих лошадей-то всех спасает А все-то думают, что спас этот И начинает его хвалить А тот-то знает, что спас не он А спас этот А тот молчит, не признаётся парень Короче, а этого совесть гложет И он из-за этой совести Решил утопиться Пацан так слушает и говорит Ну, Сашка слушает и говорит Это, говорит, какое-то говно, короче Говорит, что, вот это про этот фильм, что ли? Говорит, ну, да Ну, ты, говорит, ты дурак Просто поэтому ты думаешь, что это говно Это великое кино Короче, великий замысел Какого-то там, ну, это Какого-то там, ну, сценариста Грандиоз Даже, говорит, мы взрослые И то недостаточно Нам тяжело понять Вот эти вот высокие замыслы А уж тебе, короче, сосунку Вообще, короче, ты даже Не достойно это обсуждать Это великий замысел Это чувства Это эмоции Это игра, короче, каких-то там Глубоких, каких-то глубинных Смыслов Поэтому, говорит, вообще Отвали от меня А ты, короче, в этом ничего не понимаешь А он говорит, не, погоди Какие глубокие смыслы То есть этот, короче, проворонил лошадей Я их спас И этот, короче говоря Соответственно, страдает совестью А я не признаюсь Что этих лошадей спас Все думают, что он спас А я, короче, это сам не признаюсь А почему, говорит, я не признаюсь Ну, ты, типа, гордый Ну, как, в смысле, гордый-то А чего такого-то Это самое А этот, что А этот из моей гордости, получается, утопился Да А этот из твоей гордости утопился Потому что ты не смог признаться в том, что ты это сделал А он не смог признаться в том, что не он это сделал И поэтому он не смог с этим жить И он утопился Говорит, слушайте, ребят, ну это, по-моему Это какой-то кал, короче, а не сценарий. Почему ему проще утопиться, чем признаться в том, что это не он сделал? Ну, это же гордость человеческая, ты дурак, ты что ли, не понимаешь? Это же человеческая гордость. Это, по-моему, человеческая тупость. Когда тебе своя жизнь недорогая вообще настолько, что ты готов утопиться. А мне, короче, как персонажу, короче говоря, я настолько гордый, что мне плевать на то, что утонул человек. Но я все равно до последнего, короче говоря, это все в себе держу. Да пошел ты нахер, все. Я вообще, говорит, уже там, и, короче, этот вот зам этого режиссера, он уже начал с этим Сашкой разговаривать как с полным говном. То есть он уже вот эту свою маску, вот этой улыбчивости, вот этой вот снисходительности полностью сбросил. Он, короче, начал на него уже наезжать. Я вообще, короче, уже проклинаю себя за то, что я с тобой козлом связался. Ты, короче, меня уже достал. У меня от тебя уже тошнит, короче говоря. Я не знаю, куда от тебя уже деваться. Ты, короче, полный урод, короче. Ты малолетний дебил, короче. Ты скотина. Там, конечно, на него уже там в бочке говна, короче, выливает. А Сашка такой уже с другой стороны думает. А с другой стороны еще параллельно, когда они снимали-то про лошадей, а прошло уже что-то там три или четыре дня. А Сашка-то обещал людям, что через два дня антенны-то назад вернут. И смотрит этот дедушка с бабушкой. Ты подходит к этим съемкам. И говорят, Санек, а что это самое? Ты же обещал-то еще вчера антенны-то нам вернуть. Мы, конечно, понимаем кино, все такое, но как-то вот, ну, скучно сидим вдвоем, короче. Кино бы посмотреть там, что там дальше, продолжение там какого-то там, ну, фильма. А эта самая антенна-то нет. Ты же обещал же вроде как. А тут, блин, все верну, обещаю, все верну завтра же. А Санек говорит, какой думать завтра же? Эти еще хер знает, сколько будут это все снимать, непонятно. И вот, смотрите, детки-то уходят, и ему прям у него сердце-то сжимается, короче говоря, что он это самое, как говно, реально превращается в говно, что это самое, обещает людям, а сам не выполняет. А до этого еще какой-то мужик там, этот комбайнер, такой пьяненький, короче, вышел, и говорит, ну я, говорит, антенну-то сниму, а ты меня, говорит, в кино ты снимешь. Ну так, полушутка, полушутя, полусередка. А тут, говорит, сниму, только антенну убери. Вот, да херня, говорит, я сам ее сниму, этот комбайнер. И полез, короче, антенну, сам свою снял. И когда-то уже они там ходили прорубь смотреть, смотрят, этот мужик подходит, говорит, ну когда меня в кино-то будут снимать? А тут, а какого хера мы тебя вообще должны снимать? Да, говорит, вот пацан обещал, короче, говорит, ты что, ему обещал? Блин, ну да, типа того, говорит, ну так и так, чтобы антенну снять. А этот ему говорит, зам-то, вместо того, чтобы его как-то там, ну, пожурить, ну ты что там, неправду, говоришь? Тот говорит, молодец, классно, он говорит, молодец, говорит, ну нашел подход к этому, короче, к этому быдлу, короче, чтобы это самое, типа, наврал ему, да, но зато сделал, что надо. а того-то у сашку то совесть гложе да блин такой же гандон ты такой я мудак вот реально малолетний ублюдок я вот этим пообещал этим пообещала не выполнил не этим не этим и во что превратился чтобы мне люди то будут думать что я лживая просто какая-то короче а ради чего ради того чтобы не сняли фильме я славу какую-то приобрел как-то это вообще говорит но на самом деле потом горчо еще это этот вот приехал который пацан-то артист он приехал тоже как бы с чину с чистыми намерениями да это не он меня роль отнял не не он там по моей голове то вверх пролез а это режиссер как козлина короче вот так меня просто швакнул а его взял до его не предупредил прежде что он что они что они нашли уже актер это он приехал то он сюда в деревне приехал этот парень то что он артист он не знал что меня я тут уже есть то есть ко мне вообще тут 0 внимание это вина то не его и он вот тоже так ему было так неприятно что он оказался в этом блуднике и он ради меня уехал короче отказался от этой роли и уехал получается и я ему ничего не сказал даже мы с ним даже не успели я настолько был загружен этим говном что даже с этим пацаном даже нормально с другом мы с ним подружились я с ним не смог нормально это все обсудить и такой начнут вот так он лежал тут не спал вот это все а еще его совесть гладала блин и ведь я так еще увлек с этим кино кином целыми днями я хожу вот этой херней всякой занимаюсь а я с отцом то не вижу то мы с отцом как бы там постоянно общались а этому играть четыре дня уже с отцом не общался вообще то есть и вот эту совесть его горячей но того стоит вот эти вот вот это слава потому что меня снимут в кино и вот это общение с этим с этим с этими мразями да то есть это это вот все эти люди вот эти вот вся съемочная эта группа вот кого не возьми это какое-то говно это это не это отвратительные люди вот почему быть насколько хорошие люди эти вот деревенские жители да и насколько контрастирует с ними вот это зато срань слякоть вот это приехавшие из города которые вот это кино снимает и сама их кино как 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 какой кал про как какого-то человека который из-за гордости решил утопиться а второй из-за гордости решил промолчать и вот они на этом строят сюжет о чем фильм то вообще про что я пытаюсь до них достучаться пытаюсь сказать что ребят но может как-то это изменить но это неправильно это какое-то дерьмо вы снимаете это реально вы снимаете дерьмо а мне от меня все отмахиваются а почему от меня отмахиваются я в первую очередь не актер даже в первую очередь зритель который будет этот фильм смотреть и мне как зрителю заранее уже понятно что это это дрянь какая-то вы снимаете дрянь и вы потом меня этой дрянью как зрители будете пичкать я не хочу ее смотреть то что она мне противно она непонятно о чем это какой-то бред основанный на бреде чушь основана на чушь и какая-то оторванная от реальных людей это фильм не про не про реальных людей а про каких-то ублюдков вот я пытаюсь вам до вас достучаться пытаюсь вам до вас докричаться что не надо это снимать давайте изменим этот сюжет давайте его исправим по-человечески его сделаем чтобы не тонул человек из-за глупости а чтобы это самое люди какой-то урок извлекли да вот так случилось да вот этот вот прощелкал этот вот спасут у них они поначалу что-то вот какие-то гордость как но чтобы они нормально из этой ситуации то вышли по-человечески чтобы какой-то урок получили они все и зрители чтобы какой-то урок получили нет они у такой стране что это просто утонул и все это так и остался молчать короче это бред и вот это все мучается ломается короче ночью и кто проснулся посоли ночью да пошли вы нахер короче с этим вашим говно говно кино почему я должен пачкаться в этом говне я не я это самое ради этой славы я оставаться говном полным я не хочу я все должен исправить и он хочу поставьте там не посреди ночи вскакивает бежит короче там в потьмах к этим деткам короче антенну залазит на крышу там он боится потому что знать что у деда ружье одет боится воров сейчас он на завора примет и пойдет в темноту туда и меня пристрелит а думает блин нет я все равно должен короче сама должен пролезть короче тихонько там прокрался на крышу залез антенну короче деду поставил вот дедушки бабушка этим а вторым заходом думаю так все и сейчас прямо чтобы два раза не вставать пока эти там не увидели антенну там ничего я короче поеду в город найду этого пацана но актера вот этот друга своего и скажу что я отказываюсь давай ты все я ему верну роль пусть он снимается он это он он короче это это его дело его труд его жизнь его работа он артист он в этом работает и ну раз уж такое кино у нас снимают но и пусть но я в этом участвовать не хочу я человеком хочу остаться а это он профессионал этот пацанчик да если ему и он нуждался в этой роли я просто приеду ему скажу что все я отказался давай если хочешь давай короче быстренько пока не там еще кого-то другого не нашли дуй сниматься и книжка заканчивается тем что он бежит на электричку короче говоря чтобы ехать в город и привести вот этого самого пацана и там есть такой ну вот видно что писал автор очень очень такой мастер своего дела то есть он начало книги про то что пацан как раз этот сашка возвращается он школу ездит тоже куда-то в город на электричке каждый каждый день на электричке из школы из школы и вот он когда со школы возвращается с электрички выходит а там чтобы до деревни ты дайте нужно еще километров там пропихать километров пять короче блин через короче такое поле заснеженным там трактор так все расчищает то есть такая тропа и вот когда он идет в деревне то он думает короче смотрят а там какой-то лабиринт в этом вот поле какой-то лабиринт каких-то ходов я не как эти ходы куда-то уходят куда-то вдаль поля там разворачиваются и уходит куда то еще и он когда идет думать блин вот интересно откуда не произошли эти ходы то есть у него короче вот это вот заинтересованность вот как-то вот бы выбрать время и по ним бы пройтись по этому лабиринту и писать куда он выводит вот и не план кто их делает у него короче это вот ну мы следует кто что жадко как что-то происхождение этих ходов чуть там не инопланетяне может какие-то и сделать он так идет у него фантазии играет короче а когда заканчивается рассказ тем что он по этому же пути бежит назад мимо вот этих же лабиринтов через поле через заснеженные тоже сможет на эти лабиринты тоже у него эта мысль и тут мой трактор выезжает короче и везет капну сена короче и как раз вот он поперек вот этого это трактор проезжать поперек вот этого его и его тропинки и за трактором ставлю остается вот этот вот лабиринтовый вот этот путь и так это заворачивает и лабиринт также продолжается и пацан так и пацан видит короче что никакой загадки тут нет и в этот таинственный волшебный лабиринт на самом деле его происхождение она банально из того что просто тракторист короче вот ему проще так через все поле так провести вот от навоз там или вот это вот короче ну вот это вот все на карте с лежавшиеся куда-то там ну на ферму там куда-то отвезти и это вот понимаете очень мудрейший короче такой намек параллель такая с кинопроизводством что когда он еще начинал только этот саша знакомиться с этим кино для него это было фантазией чем-то великим таким ну каким-то загадочным таким знаете таким каким-то волшебным действительно мистическим а когда в это все говно ты с головой окунулся это оказалось просто обычным трактором который навоз везет за собой и идет полное разочарование в этом кали короче говоря этого пацана замечательная считаю и что самое главное мы прекрасно видим вот это вот как я не знаю насколько там кстати автор был связан с кинопроизводством и видно что он пока как по крайней мере что-то почитывал по этому вопросу если не сам сталкивался с реальным вот этим вот с реальными съемками но вот почему то я верю вот в эту в эту самую по крайней мере даже не я даже понимаю почему это верю потому что и когда потом вот начали показывать съемки процесс съемок вот этих вот наших конца 70-х нам начала 80-х середина 80-х как снимали фильм в том числе того же германа пресно помянутого да как как он снимает на площадке вот эти кадры все я вижу что да это очень сильно напоминает то что я прочитал в этой вот книге что процесс этот не столько творческий сколько какой-то знаете нервно-психический какой-то да и там почему-то во главу угла ставится не искусство не заинтересованность какая общая какая-то общая процессом съемок ставится какая-то уже знаете мануфактура такая где ходит карабас барабас круто а буратины и там пьеро там и мальвины у каких-то станков стоят и должны что-то клепать на этих станках а тот холостом их короче хлещет и попробуйте что-то короче говоря сделать не так чтобы там брак какой-то сделать и вот так снимается кино то есть она из реально творчество из реально какого-то общества как вот общего такого на эти коллективного созидания превратилась в некую вот реально такую мануфактуру мануфактуру просто такую вот самого плохого как говорится смысла потому что ну реально потому что как бы все но кинопроизводство это такая вещь при которой действительно работает не один человек работает масса и как показывать практика даже ты если почитать там те же мемуар там каких-нибудь там спилбергов там я не знаю лукасов там прочь там голливудских этих да и даже не только голливудских а вот реально и хороших в том числе советских режиссеров там гайдая там например там данели и так далее таких вот классных да вот и резинштейна там они часто описывают то что буквально какая-то чуть не уборщица маня которая там подметала пока там мыло полы там пока снимали какие-то дубли она там вот отдохнуть что вот спину разгибала и горло чего это вы его так-то делать а может вот он лучше так сделать и все-таки ёпта видишь то мы даже об этом-то не думали а вот вот она вот вот мы думали что как-то какой-то вот пытались снять так пытались снять всяк чтобы вот в кадр он так сына в кадр вас это вообще не нужно вместо этого нужно вот что сделать и получится неплохо и потом в результате действительно получается те моменты фильмов которые зрителям больше всех нравится которые больше все западают в душу а потом режиссер говорит и там артист рассказывает когда уже своих интервью да вот этот момент всем понравился да все право цитируют там не знаю как всего любят а его ты вообще не должно было быть а вместо него там должно было быть вот это ну вот потому что там вот актер играл 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 не получалось не получалось многое смотришься вот лучше вот так снимем а режиссер говорил подавай попробуем и они в результате снимали так и так смотрели по очереди ведь блин а вот как тут лучше и дают это вставим давай вставляли вот это и реально это было просто джек-пот короче говоря вот на это бран вишенка была на торте в этом фильме а те кто вот именно ты ты долбежкой занимались вот этой вот именно мануфактурные вот этой вот производственной патагонной получается вот этот вот этот кал и когда какой-то задрыга стоит во главе вот этого всего такой манерный какой-то вот это вот реально какой-то рефлексирующая какая-то вот я не знаю светская львица какая-то вот я не знаю которая там вот это кажд 5 секунд у нее меняется настроение вот такие вот самые так называемые эти творцы да и ждать снимается полное говно когда автор раскрывается так называют так называемо да вот они раскрываются сейчас мы смотрим как раз вот эти произведения вот таких раскрытий режиссерских этих вот находок вот они вот она продолжение того самого когда это все началось то есть только раз тот момент описан когда вот это все началось когда люди еще не опошлились вокруг в основном в большинстве своем да но вот это вот элита гнилая уже начала вонять прямо скажем подванивать вот и до них еще вот этот нескурбившийся народ то пытается как-то достучаться а они народ уже не слушают они уже отдельно от народа живут сами по себе в своих небесах своих облаках в общем вот такая тема интересная рекомендую послушать значит рассказ стоп кадр либо почитать книгу очень интересные хорошие хороший рассказ очень такой и как говорится заставляет очень серьезно задуматься о некоторых вещах в том числе о том как у нас снимается наше кино и почему на такое говно вот как то так всем всего хорошего до свидания